С этого момента начинается твоя настоящая жизнь, и слезы счастья просто покатились градом. Привет! Что такое счастье? Откуда взялся этот вопрос сейчас? На самом деле, этот вопрос будет всегда, потому что единственная цель жизни человека на Земле – это быть счастливым. Кажется, мы знаем, что счастье – всё. Есть определения счастья, куча описаний. Но счастливых людей на планете не становится больше. Даже наоборот. Так, может быть, мы не знаем, что такое счастье? Что мы знаем точно? Первое – это то, что счастье – оно разное. Оглянитесь назад и вспомните, как вы были счастливы. А кажется, это было много раз. И каждый раз по-разному. Давайте разберём на практических примерах и попробуем найти какую-то закономерность в счастье. Самое первое изумительное ощущение счастья я помню годика 3-4, когда я мчусь на трёхколёсном велосипеде по детской площадке. Надо мной ярко-яркое синее небо, а сияющее солнце пронизывает лучами редкие облака. Вспомните, у вас точно была такая картинка в детстве. Потом, в 8-м классе, футбольная команда моего класса победила в каком-то чемпионате. Мы уходили с поля, ели волоча ноги. И всё, что нам хотелось – это лечь и не двигаться. Но при этом мы были безмерно счастливы. В следующий раз я помню, как я сдал экзамен в институт и вылетел в коридор на крыльях счастья, где меня ждали не менее счастливые родители. Мама тогда плакала от радости. Правда. А потом? Потом была первая, самая сильная, самая пьянящая взаимная любовь. Когда ты прикасаешься к любимой девушке и кожей чувствуешь отклик её тела. Ваши губы сливаются в поцелуй, температура которого равна температуре солнца. И ты так счастлива. У тебя просто кружится голова и кажется, что можно потерять сознание. Помните такой опыт? Точно помните. Такое нельзя забыть. И вот ты начинаешь работать, набиваешь шишки, получаешь шепот, зарабатываешь авторитет. А потом я пришёл к Богу. Прочитал молитву покаяния, меня покрестили в Духе Святом. И тогда я первый раз в жизни ощутил Божий покой и мир сердца. Этот покой невозможно ни с чем сравнить. Как будто ты растворяешься во всей вселенной и взлетаешь над землёй на небеса. Затем снова работаешь, опять набиваешь кучу шишек, пока ты не становишься профессионалом в своём деле. И тут у тебя появляется семья. Сначала свадьба, потом венчание. Всё очень строго и красиво. Рядом с тобой твоя любимая и самая прекрасная женщина в мире. Ты счастлив, но это счастье какое-то тихое, спокойное. И вдруг появляется он. Маленький ангел, твой первый ребёнок. Нет, конечно же, это было не вдруг. Мы полгода готовились морально и физически, посещали курсы совместных родов и всё такое. Но, когда ребёнка достали на свет и я услышал его первый крик, я даже не сразу понял, что произошло. Пока его мама приходила в себя, мне дали ребёнка на руки. И я посмотрел в его глаза. Это были настолько прекрасные, ясные, ангельские глаза, наполненные чистейшей любовью, любопытством, изумлением, интересом, что меня накрыло так, как никогда в жизни до этого не накрывало. И слёзы счастья просто покатились градом. Даже сейчас, когда я это рассказываю, я чувствую, как слёзы подкатывают к глазам. Самое прикольное, что то же самое чувство я испытывал каждый раз, когда у меня рождался ребёнок и я брал его на руки. А потом наступает целый период тихого семейного счастья. Когда дети начинают подрастать, ты видишь, как они делают свой первый шаг. Слышишь, как они произносят своё первое слово. Тебя любит самая красивая женщина на планете. А за улыбку своего ребёнка ты готова дать всё, что у тебя есть. И что бы ни происходило вокруг, ты счастлив. Но то, что ты был счастлив, ты начинаешь понимать гораздо позже. Когда это состояние тихого семейного счастья начинает куда-то исчезать. Потом ты проходишь какие-то новые испытания, проблемы, иногда смертельно опасные проблемы. Проходишь по своей спирали жизни и в какой-то момент, пройдя огромное количество трудностей и испытаний, ты поднимаешь голову вверх. Видишь яркое осеннее небо, сияющее солнце, которое пронизывает лучами редкие облака. И тебя накрывает то же самое ощущение изумительного счастья, которое ты испытывал в далёком детстве, когда мчался на своём трёхколёсном железном коне под точно таким же ярко-синим небом и лучами тёплого, ласкового солнца. С этого момента начинается твоя настоящая жизнь, когда ты счастлив в любой момент своей жизни просто потому, что ты живой. А над тобой по-прежнему есть небо, а в небе ярко светит солнце. И каждую секунду своей жизни ты благодаришь Бога за то, что Он сделал тебе огромный царский подарок – жизнь. Друзья, мы провели классный практический разбор понятия счастья. Напишите в комментариях, какую закономерность вы заметили в те периоды, когда вы были счастливы. Кто знает, может быть мы выведем новую формулу счастья и она поможет людям стать счастливыми. Так что подписывайтесь на канал и благослови вас Бог!